Бог особым образом ограждал свой народ, запрещая ему смешиваться с окружающими его языческими племенами, чтобы сердца его детей не прелестились привлекательными рощами и капищами, храмами и алтарями, построенными из самых дорогих материалов, по самым изысканным проектам, ради извращения чувств и вытеснения Бога из человеческого разума. В городе Ерихоне совершалось самое изощренное идолопоклонство. Жители его были очень богаты, но все богатства, которые дал им Бог, они считали даром своих идолов. У ерихонцев было много золота и серебра, но, подобно допотопным людям, они извратили пути свои, богохульствовали, оскорбляли и провоцировали небесного Бога своими нечестивыми делами. Суды Божьи стали посещать Ерихон. Этот город был неприступной крепостью, но сам вождь, воинство Господня, сошел с небес, чтобы вести небесные силы в наступление на Ерихон. Ангелы Божьи взялись за массивные стены Ерихона и разрушили их. Бог сказал, что предает город Ерихон заклятию, и что все, кроме Рааф и ее дома, должны погибнуть. Этим людям надо было сохранить жизнь, потому что Рааф оказала милость посланникам Господа. Господь обратился к народу с такими словами. «Но вы берегитесь заклятого, чтобы и самим не подвергнуться заклятию, если возьмете что-нибудь из заклятого, и чтобы на стан сынов Израилевых не навести заклятие и не сделать ему беды». Книга Иисуса Навина, 6 глава, 17 стих. «В то время Иисус поклялся и сказал, проклят перед Господом тот, кто восставит и построит город сей Ерихон. На первенце своем он положит основание его, и на младшем своем поставит ворота его». Книга Иисуса Навина, 6 глава, 25 стих. «Бог дал весьма недвусмысленные указания в отношении Ерихона, чтобы его дети впредь не очаровывались истуканами и не поклонялись им, как это делали жители Ерихона, и чтобы их сердца не отвратились от него. Он оградил свой народ самыми ясными и понятными повелениями. Но, несмотря на торжественное Божье заклятие, произнесенное Иисусом Навином, Ахан осмелился согрешить. Ненасытная алчность заставила его взять сокровища, которым Бог запретил ему прикасаться, ибо на них лежало Божье проклятие. Из-за того, что этот человек согрешил, Израиль Божий предстал перед своими врагами слабым, как вода. И Иисус и старейшина Израилева глубоко скорбели. Они распростерлись перед ковчегом Божьим в крайнем унижении и смирении, потому что Господь гневался на свой народ. Они молились и плакали перед Богом. Тогда Господь сказал Иисусу, «Встань! Для чего ты пал на лицо твое? Израиль согрешил, и приступили они завет мой, который я завещал им, и взяли из заклятого, и украли, и утаили, и положили между своими вещами. Зато сыны Израилева не могли устоять перед врагами своими, и обратили тыл врагам своим, ибо они подпали заклятию. Не буду воля с вами, если не истребитесь среды вашей заклятого. Встань, освети народ твой и скажи, «Осветитесь к утру», ибо так говорит Господь, Бог Израилев. «Заклятая среди тебя, Израиль, посему ты не можешь устоять перед врагами твоими, доколе не отдалишь от себя заклятого». Книга Иисуса Навина, 7 глава, из 10 по 13 стихи. Долг обличать грех. Мне было показано, что Бог тем самым продемонстрировал на примере, как он относится ко греху, распространившемуся среди народа, соблюдающего его заповеди. Люди, которым он оказал высокую честь, быть свидетелями удивительных проявлений его силы, равной той, какой он в древности проявил в Израиле, и которые даже после этого осмеливаются пренебрегать его ясно выраженными повелениями, подвергнутся его гневу и наказанию. Он желал научить свой народ пониманию того, что непослушание и грех крайне оскорбительны для него, и что к этому нельзя относиться легкомысленно. Он показывает нам, что когда его дети впадают в грех, они должны немедленно предпринять решительные меры и удалить от себя этот грех, дабы не вызвать его неодобрение. Но если люди, занимающие ответственные должности, смотрят на грехи ближних своих сквозь пальцы, то негодование Божье посетит их, а отвечать за эти грехи будет весь народ Божий. На примере своих взаимоотношений с Древним Израилем Господь показывает необходимость очищать церковь от всякой неправды. Один грешник может распространить такую тьму, которая сокроет свет Божий от всего народа Божьего. Когда дети Божьи чувствуют, что покружаются во тьму, но не знают причину случившегося, им следует ревностно взыскать Бога и оставаться в великом смирении и самомничижении, пока не будут выявлены и устранены грехи, огорчающие Его Дух. Предупреждения, возникшие против нас вследствие того, что мы обличали пороки, которые, как Бог мне открыл, существуют в народе Божьем, и шум, поднятый кое-кем по поводу нашей грубости и суровости, несправедливы. Бог велит нам говорить, и мы не можем молчать. Если в народе Божьем существуют явные грехи, а служители Божьи равнодушно взирают на них, то они, по сути дела, поддерживают и одовряют грешников и становятся в равной степени виновны. Они наверняка навлекут на себя недовольство Бога, ибо будут нести ответственность за грехи виновных. В видении мне было указано на многочисленные примеры, когда служители Божьи навлекали на себя его недовольство, тем, что пренебрегали своей обязанностью обличать существовавшие в то время пороки и грехи. Согрешившие считали тех, кто оправдывал их грехи, очень милыми и приятными людьми, только потому, что они не хотели выполнять свой библейский долг. Обличение было неприятно им, поэтому они всячески избегали его. Поскольку пороки в народе Божьем были обличены, у некоторых братьев воспламенился дух ненависти, ослепившие и обольстившие их до такой степени, что они утратили способность отличать правду от неправды. Они сами духовно ослепили себя. Они могут быть очевидцами беззакония, но не почувствовать того, что чувствовал Иисус Навин, и не смирять себя, осознавая опасность, угрожающую людям. Истинные дети Божьи, живущие интересами дела Божьего и переживающие всем сердцем за спасение душ, всегда смогут видеть подлинный характер греха и понимать его крайнюю пагубность. Они будут постоянно выступать за беспощадное разоблачение грехов, угрожающих благополучию народа Божьего. Особенно во время заключительной работы для Церкви, во время запечатления 144 тысяч, которые должны стоять без порока перед престолом Божьим, они будут хорошо понимать грехи избранного народа Божьего. Это убедительно подтверждают слова пророка, показавшего заключительную работу через образы мужей, каждый из которых держал в руке орудие убийства. Один из них был одет в светлую льняную одежду, и на боку у него был прибор песца. И сказал ему Господь, «Пройди посреди города, посреди Иерусалима». «И на челах людей, скорбящих, воздыхающих о всех мерзостях, совершающихся среди него, сделай знак». Книга пророка Изекииля, 9 глава, 4 стих. «Кто стоит в совете Божьем в наше время? Уж не те ли, кто по сути дела оправдывают грехи, совершаемые в народе Божьем, и если не открыто, то в сердцах своих робчут на людей, обличающих грех? Может быть, это те, кто выступает против них и выражает сочувствие нечестивцам? Нет, ни в коем случае. Если сокрователи греха не покаются и не перестанут выполнять работу сатаны, угнетая людей, берущих на себя время труда, и поддерживая на сионе руки грешников, то они никогда не получат знак Божьего одобрения. Они падут во время всеобщего уничтожения нечестивых, переданного нам через символы пяти мужей, несущих орудия убийства. Обратите внимание на следующую мысль. Муж в льняной одежде должен был нанести знак, который засвидетельствует принадлежность людей к чистой истине, вписанной в их сердца Духом Святым, на всех воздыхающих о мерзостях, совершающихся среди него и Иерусалима, то есть в церкви. Их любовь к чистоте, чести и славе Божьей так сильна, и они так ясно представляют себе крайнюю порочность греха, что это доставляет им неимоверные мучения, и они тяжко скорбят и воздыхают. Прочитайте всю девятую главу книги пророка Ильзи Кииля. Неминуемое уничтожение всех, кто не видит широкой пропасти, разделяющей грех с праведностью, и не испытывает того, что испытывают люди, стоящие в Совете Божьем и получающие знак, описано в виде приказа, данного пяти мужам, имеющим губительное орудие. Идите за ним по городу и поражайте. Пусть не жалеет око ваше и не щадите. «Старика, юношу и девицу, и младенца, и жен бейте до смерти, но не троньте ни одного человека, на котором знак, и начните от святилища моего». Книга Ильзи Кииля, 9 глава, 5-6 стихи. В случае с Аханом Бог сказал Иисусу Навину, «Не буду более с вами, если не истребите из среды вашей заклятого». Книга Иисуса Навина, 7 глава, 12 стих. Как этот пример можно сопоставить с поведением тем, кто не желает возвысить свой голос против греха и зла, но всегда сочувствует людям, смущающим сам Израилев своими грехами? Бог сказал Иисусу Навину, «Ты не можешь устоять перед врагами твоими, доколе не отдалишь от себя заклятого». Книга Иисуса Навина, 7 глава, 13 стих. Господь объявил наказание, которое последует за нарушением Его завета. Тогда Иисус Навин начал прилежно разыскивать виновного. Он принялся выводить евреев по коленам, затем по семействам, а затем по одному. И было указано на Ахана, как на виновного. Чтобы дело понял весь Израиль, и чтобы у евреев не было повода роптать, и говорить, что пострадал невинный человек, Иисус Навин прибег к определенной процедуре. Он знал, что Ахан преступник, и что он скрыл свой грех, вызвав гнев Бога на народ израильский. Иисус предусмотрительно предложил Ахану сознаться в своем грехе, чтобы честь и правосудие Божье были восстановлены перед всем Израилем. Тогда Иисус сказал Ахану, «Сын мой, воздай славу Господу Богу Израилеву и сделай перед ним исповедание, и объяви мне, что ты сделал, не скрой от меня». В ответ Иисусу Ахан сказал, «Точно я согрешил перед Господом, Богом Израилевым, и сделал то и то. Между добычей увидел я одну прекрасную синаарскую одежду и 200 сиклей серебра и слиток золота, весом 50 сиклей. Это мне полюбилось, и я взял это. И вот оно спрятано в земле среди шатра моего, и серебро под ним». Иисус послал людей, и они побежали в шатер. И вот все это спрятано было в шатре его, и серебро под ним. Они взяли это из шатра и принесли к Иисусу и ко всем сынам Израилевым и положили перед Господом. И Иисус, и все израильтяне с ним взяли Ахана, сын Азарина, и серебро, и одежду, и слиток золота, и сыновей его, и дочерей его, и волоф его, и ослов его, и овец его, и шатер его, и все, что у него было, и вывели их на долину Ахор. И сказал Иисус, «За то, что ты навел на нас беду, Господь на тебя наводит беду в день сии. И побили его все израильтяне камнями, и сожгли их огнем, и наметали на них камни». Книга Иисуса Навина, 7 глава, с 19 по 25 стихи. Господь открыл Иисусу Навину, что Ахан не только взял из закрытого, но и украл, а также лукавил и скрывал это. Господь сказал, что Ерихон и все трофеи должны быть сожжены огнем, кроме золота и серебра, которое надо сохранить для сокровищницы Божьей. Ерихон был взят не силой оружия и не усилиями людей. Вождь воинства Господня повел за собой небесные силы. Это было Божье сражение. Это Он воевал. Сыны Израилева не нанесли ни одного удара. Победа была одержана Господом, и все трофеи по праву принадлежали Ему. Он повелел все сжечь, кроме золота и серебра, которые надо было положить в его сокровищницу. Ахав хорошо понимал, для чего предназначено золото и серебро, и знал, что все сокровища, которые он возжелал, принадлежат Господу. Он украл из Божьей сокровищницы ради собственной наживы.